Муниципальный контракт номер 13. Простое совпадение или действительно магии цифр привела на скамью подсудимых сразу трех человек. В четверг в Октябрьском районном суде города Иваново судья Людмила Сайковского на протяжении шести часов оглашала приговор по делу экс-мэра Кинишмы Алексея Крупина, его бывшего первого зама Александра Шуршина и бывшего начальника управления городского хозяйства Кинишмы Константина Брагина. Суд установил, что в 2015-2016 годах указанные лица получали взятки от представителей фирмы «Верхняя Волга» Сергея Иванова за совершение действий в интересах последнего. А конкретно за победу на аукционе, приемку работ по ремонту сетей уличного освещения. Взаимовыгодное сотрудничество стоило недешево и, по мнению суда, преступный умысел всех троих доказан в полном объеме. Суд не усматривает ценований, сомневается в получении Крупиным Шуршином и Брагином, а директору «Верхнего Волга» Иванова взятки в размере 3 миллионов рублей 1 миллиона 2 сентября и 2 миллиона 26 февраля 2016 года. От общей суммы взятки в размере 7 миллионов рублей полагают данные фактически обстоятельства, верно установленные. Константин Брагин признал вину частично. Алексей Шуршин полностью сознался в совершенном преступлении. Суд приговорил их к 6,5 и 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима соответственно. К штрафу по 14 миллионов рублей каждому, а также лишил права занимать определенные должности в органах власти на срок 2 года. Крупину Алексей Иванович увидел 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 4-х кратной суммы взятки 28 миллионов рублей и на основании части 3 статьи 47 УК РФ с лишением права занимать должности, связанной с учреждением функций представителей власти и выполнением административно-хозяйственных организационно-распределительных функций в органы государственной власти и органах местного самоуправления на срок 2 года 6 месяцев. Алексей Крупин с приговором не согласен. Говорит, что выводы суда основаны лишь на показаниях его экс-коллеги Шуршина. Последний оговорил его, чтобы не возвращать долг в 1 миллион рублей. С учетом того, что ничего толком ни следствия, ни суде, доказано не было. Иванов обо мне говорит со словом Брагина, Брагин говорит со слов Шуршина, а Шуршин меня напоминает. И самого нет ни одного фактического обстоятельства наших разговоров, ни какого-то доказательства, что они вообще были. Ни судового, ни следствия, подобного не было. Ну, понимаете, я даже не знаю, как это все принято. Я с первых минут процесса, я увидел, что у моего сына не один прокурор. Сама судья практически участвовала в исследовании доказательств и, значит, обвиняла Крупина. Защита Алексея Крупина также с выводами суда не согласна, считая, что услышаны были лишь доводы обвинения. Суд, когда в приговоре описывал, какие показания давали якобы свидетели в судебном заседании, и как они отвечали на вопросы после того, как оглашали их показания на предварительном следствии, я как раз и записывала несоответствие. Суд в приговоре отражал только то, что ему нужно. Свидетели в суде отвечали на вопросы по-иному. Суд это в приговоре не написал. Надо знакомиться с протоколом. Либо суд это не написал, но в протоколе это есть, либо в протоколе это нет. Этого нет. Тогда будем приносить замечание на протокол. Заявление об ознакомлении с протоколом тоже написано, поэтому допиляться очень долго, с учетом того, что будем читать протокол и приносить на него замечания. Гособвинитель просил для Алексея Крупина 11 лет лишения свободы. Однако суд учел, что обвиняемого трое детей. Есть проблемы со здоровьем у него самого и у членов его семьи. Как государственного обвинителя я удовлетворен тем, что судом вынесен обвинительный приговор. Указание назначено несколько меньше того, чем предлагал государственное обвинение. Вопрос об обжаловании приговора будет решаться по его изучению. Приговор намерены обжаловать все фигуранты дела. Алексей Крупин обещает дойти и до европейского суда, если это потребуется. А пока с вещами на выход. Подсудимых взяли под стражу и зал суда они покинули в наручниках. Приговор в законную силу не вступил. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.